всем привет ребята находится на канале владислав шиндяпин перед просмотром ролика и не забудь подписаться на канал лайк подписка колокольчик все уведомления что важнее в игровом компьютере процессор оперативная память или видеокарта простым языком при сборке игрового компьютера каждый рано или поздно сталкивается с такой ситуации бюджета не хватает и на что нужно сделать упор для оперативки побольше или видеокарта покруче или процессор помощнее компромисс как правило никого не устраивает поэтому сегодня просто и доступно объясню на что следует сделать упор в игровом пока и почему начнем процессор процессор обрабатывает вообще все что связано с вашими задачами конкретно в играх он отвечает за обработку геометрии поведение npc трафика осколки и так далее допустим вот на фотографии у нас а и 3 9 100 в принципе хороший процессор с частотой 36 можно по шине тому будет как-то разогнать но с хорошей материнкой естественно соответственно чтобы играть с нормальным и дальность прорисовки нам нужен хороший процессор чтобы увеличить трафик или число mpc в кадре процессор а для процессор чтобы повысить настройки геометрии физики вот вот для этого всего нужен хороший процессор однако не нужно играть демократически относятся компьютерным пользователем так например у cr20 277 минимальных системных требований указан процессор а и 5 3570 кей или fx 80 8310 чуть позже объясню почему они такие низкие не только к киберпанке а пока перейдем к оперативной памяти оперативная память она хранит в себе все файлы и скрипты которые могут понадобиться в данном момент тот факт что ваша машина после выхода выхода вас из нее не исчезает какое-то время заслуга оперативной памяти которая записывает повреждение местонахождение машины например объясняя проще процессор загружает данные игры жесткого диска в противную память или сссд накопителя оперативной память загружается именно поэтому сейчас в играх в игровых пока стоит по 16 32 гигабайт и противной память чтобы все данные игры могли не уместиться другим делать что не только объем противной памяти важен но и и пропускная способность допустим против на память надо отдать обработку процессора 50 мегабайт оперативной памяти а после принятия принять и их у него упрощенно тогда в то в то же время как эта информация будет предотвращаться передаваться процессор будет простаивать нехорошо значит чем менее чем выше пропускная способность тем лучше ее можно нарастить как поднятием частоты со снижением таймингом так и увеличить число каналов до 2 во всех платах и до 3 4 плата для энтузиастов запомним не только объем но и скорость а что с видеокарты видеокарта плохо видеокарте плохо допустим нам сейчас объясню почему видите ли видите ли вы или все что мы видим на экране это ее заслуга после того как процессор взял данные и все все обработал как кадр выглядит примерно так то есть на геометрическое это вот именно процессор то что обработала потом уже наложение этой текстуры прочее а его надо заполнить всем что что мы привыкли видеть причем заполнить красиво тут в дело вступает видеокарта сначала она натягивает на всю сетку текстура затем приступает к освещение и те и те теням далее сглаживание паса обработка цветокоррекции и так далее виде карты есть своя память которая служит для хранения текстур и уже готовых кадров и если такая опция есть подготовка кадров и все в таком духе при этом некоторых играх видеокарта может участвовать в построении полигонические сетки кадров то то картинка что выше поэтому игры в основном нагружают видеокарту так что же выбрать как вы поняли если у вас остается бюджета деньги лучше и пустить в видеокарту получше то картинка в играх будет приятнее ибо ибо на восприятие в первую очередь влияет не геометрия освещения я вижу это так мы определяем с бюджетом смотрим цены и 60 процентов от суммы пускаем на видеокарту можно даже 70 процентов пустить 60 65 процентов от суммы пускаем на виде карту не от сома всей сборки out сумма процессор оперативной памяти видеокарты например у нас есть 100 тысяч рублей которые мы готовы потратить на связку процессора видеокарты и опротивную память в таком случае разумеется потратить 60000 видеокарта 25000 процессор 15 тысяч на оперативную память до оперативной памяти будет меньше но у вас будет мощный видеокарт который больше текстур может нагрузить и у него будет больше видео памяти там не 8 гигов видео память 10 12 11 гигов видео памяти может больше текстур добавить себе из 25000 можно хороший процессор себе купить 6 ядер 12 потоков 8 ядер 16 потоков будет в принципе достаточно оперативной памяти это уже так чтобы какие-то там фоновом режиме что-то там сохранять естественно только этим руководством при сборке нельзя но упором в игровом компьютере лучше сделать на видеокарта это основная мысль всем ребята спасибо за просмотр а кому понравилось такой рассказ и вкратце объяснил что именно нужно когда вы собираете компьютер себе неважно даже за 50 78 90 100000 упор 50-70 процентов нужно укладываться именно видеокарт то есть вклад делать в нее потом уже идет процессор и а потом уже оперативку там можно на остаток в принципе купить там 2 по 4 2 по 8 это вот сейчас минимум вот нужно 2 по 4 будет как бы такое себе типа его местами может не хватать его всех игр как бы для ду ткс в принципе хватает этого из танков тоже в принципе хватает если 2 по 4 купить до хватает в задел на будущее что потом еще 2 по 48 лучше взять одно на 16 в принципе можно да потом за делом на будущее еще война 16 купить допустим через два-три года может быть еще до докинуть и купить еще одну всем спасибо за просмотр пишите хорошие комментарии лучше комментарии под следующий выпуск за лайканы и самые комментарии только за лайканые комментарии будут следующем выпуске пишите комментарии делитесь этим видео кому понравилось и до скорого ребят